На протяжении долгих лет человечество пытается найти ответы на один из самых важных вопросов. Что же такое космос на самом деле? Существует множество предположений и догадок, но все они зачастую очень далеки от истины. Сегодня мы с вами попытаемся приоткрыть эту тайну. Итак, мой уважаемый зритель, давайте освежим все полученные когда-то вами знания о космосе. Космос – смертельная среда для человека. В космосе человек без скафандра практически взрывается, вся жидкость в его теле закипает за какие-то доли секунды. В космосе именно в космосе, а не того, что в нем находится, не может быть никакой жизни, так как он практически стерилен. Космос – это ледяная пустыня, буквально пронизанная опасными видами излучения разного рода происхождения. Этот список можно продолжать довольно долго, но я уверен, мы найдем ответы хотя бы на эти вопросы. Все наши знания о космосе станут намного ближе к истинной картины настоящего. На протяжении всего своего повествования я буду стараться придерживаться простых примеров и избегать сложную научную терминологию, дабы этот материал был понятен всем и легок к усвоению обычным человеком, далеким от степени бакалавра. Как обычно, для простоты подачи материала и легкости его понимания будем пользоваться простыми и наглядными примерами. Итак, что же такое космос? Уверен, многие из вас многократно видели подготовку космонавтов в обычных земных бассейнах. Да-да, я именно о том и говорю, когда вы смотрели на своих экранах, как плавают космонавты в воде. Они там находятся в полной экипировке и тренируются к дальнейшей работе в открытом космосе. Еще вокруг них плавают водолазы для подстраховки от возможных внештатных ситуаций. Надеюсь, вы это видели не раз. Так почему же их тогда тренируют в обычной воде? Ведь космос с водой не имеет ничего общего. Не задавали себе никогда подобный вопрос? К примеру, летчиков тренируют в специальных тренажерах, своеобразных копиях кабин будущего пилота. Пожарные тушат небольшие реальные очаги возгорания, прежде чем начнут принимать участие в ликвидации настоящих огненных катастроф. Будущие хирурги, которые спасут много жизней, тренируются на телах некогда живых людей, а не на животных или куклах. Хотя есть учебный процесс, когда они используют муляжи человека, но это не постоянно и не всегда. Основные свои знания, анатомия человека и необходимый опыт они получают только на настоящем теле, когда-то живого человека, никак иначе. Список подобных примеров можно продолжать и дальше, но нам и этого вполне достаточно. Надеюсь, вы смогли понять саму концепцию подготовки будущих специалистов. А главное то, что у вас создается оригинальная среда, в которой будут они выполнять какие-либо действия. И наши космонавты, плавающие в бассейне, этому совсем не исключение, так как нет смысла тренировать в совсем не похожей среде, выдавая ее якобы за настоящую. Иначе они могли бы просто находиться в тренировочном зале и не нужно было бы для этого вообще погружать их в воду. Сейчас многие из вас подумают, что я не прав. И тренировка в воде это всего-навсего простая имитация оригинальной среды космоса, в которой предстоит работать космонавтом на МКС. Как раз теперь становится ясно, что и почему. Но не многие смогли это заметить, верно? Попытаюсь растолковать для тех, кто этого не понял. Космос и вода. В чем разница? Если космос похож на воду, становится понятно, почему космонавты на Земле плавают в бассейне. Похожая окружающая среда, верно? Так как если бы она была не похожа, навряд ли проходили бы длительные тренировки в воде космонавтов. Да, космос не то же самое, что вода. Но то, что космос очень похож на обычную воду в бассейне, я вам это доказал, верно? Или есть еще те, кто сомневается в ходе моих умозаключений? Если вы считаете, что я не прав, прошу не писать мне в комментарии, автор, что ты куришь или это бред. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. Обоснуйте свои сомнения и докажите обратное в таком случае. Таким образом вы докажете всем, что вы человек разумный, а не промытая глупая марионетка вашей системы. Вы не можете доказать обратное? Тогда лучше воздержитесь от написания всякой ерунды в мой адрес, так как я отвечаю только на достойные внимания, комментарии и не больше. Простите, я отступил немного от темы, как обычно. Конечно, никого из вас обидеть не хотел совершенно, но иначе вы бы меня просто не поняли. Итак, мы продолжаем. Существует глубокое убеждение, что человек без скафандра буквально взорвется в космосе. Это мнение хорошо подкреплено фантастическими фильмами и фантастическими предположениями ученых-теоретиков. Но они очень далеки от истины. Границы лжи и истины размыты настолько, что человек со временем начинает больше верить в ложь, чем в истину. В художественных фильмах и научных документальных часто показывают, как человека буквально выворачивают наизнанку за несколько секунд в космосе без скафандра. Глаза вылазят из орбит, его крючат, плющат и коробят. Вы это и сами видели не раз в фильмах, верно? Но так ли это на самом деле? Все дело в том, что в космосе нет кислорода, пригодного для дыхания человеку. И если вам получится попасть туда без скафандра, вы умрете, это точно. Но только в течение одной минуты. Продолжительность вашей жизни в космосе будет напрямую зависеть от возможностей вашего организма. Смерть наступит только потому, что вы просто не сможете там дышать, так как нет там воздуха, пригодного для дыхания человеком. То же с вами произойдет и в обычной воде, правда? Даже не нужно для этого лететь в космос. Интересно, верно? Все ваши представления рухнули на пол, превратившись в разбитые осколки и легкое головокружение окутывает вас белой пеленой. Поверьте, это нормально. Так как истина всегда как гром среди ясного неба. Поэтому не все могут ее понять и тем более принять. Если вы все еще способны воспринимать информацию, давайте продолжим. Если же вы уже не в состоянии, советую сделать паузу и перевести дух. Возможно, отложить просмотр этого фильма до следующего дня, чтобы иметь возможность, так сказать, переварить всю полученную информацию. Так как о том, что я вам расскажу дальше, вы, скорее всего, никогда не слышали. Ну что, продолжаем? Хорошо, тогда держитесь крепче за ручки своего кресла. Как уверяют вас многие источники, в космосе большое давление, способное вас просто сплющить. В связи с этим вас убеждают в том, что, находясь вне корабля и без скафандра, вас раздавит, скорее всего, космическое давление. Вам внушают разные варианты примерных событий, которые будут происходить с вашим незащищенным телом в смертельно опасной среде под названием космос. Давайте посмотрим на них. Спешу сразу предупредить, слабонервных и мнительных людей не слушать дальше, о чем пойдет речь, так как будет очень жестко. Примерно звучит это так. Ваша кровь закипит в венах, глаза вылезут из глазниц, ваши кости начнут рассыпаться, внутренние органы, подверженные высокому давлению, будут лопаться и мост содержащий жидкость буквально разорвет на мелкие части и вы за долю секунды превратитесь в обычный кусок льда. Этот сценарий страшен даже для фильмов ужасов, не правда ли? Но все ли это действительно так на самом деле? Для начала давайте рассмотрим простой пример. Некоторые последствия того, что были описаны выше, могут произойти с вами и на земле. Сомневаетесь? Зря. Вот вам пример. Что будет с обычным подводным аппаратом, который опустили на критическую для него глубину? Верно, он лопнет, как воздушный шарик или расколется, как грецкий орех. Потому что сила давления воды на корпус его просто расплющит, так как элементы конструкции не выдержат такого запредельного давления слоя воды. Из-за этого подводные аппараты довольно тяжелы и имеют достаточно крепкий двойной корпус из сверхпрочных сплавов, превосходящих в толщину гораздо больше нескольких десятков сантиметров. Надеюсь, этот пример у вас не вызвал вопросов, так как он прост и понятен для всех. Или я не прав? Будем считать, что вы поняли. Если в космосе существует подобное давление, почему это не стыкуется с тем, что происходит на самом деле? А именно, начнем по порядку. Как космическая станция, толщина стенок которой всего 3 мм, повторяю, не пару метров, а миллиметров, выдерживает такое ужасное давление. При том, что она наполнена воздухом, подобно воздушному шару, для поддержания жизни космонавтов на борту. По всем правилам высокого давления она должна была просто лопнуть. Но это не происходит. Также стоит обратить особое внимание на сам скафандр космонавтов, так как их костюмы больше похожи на энергосберегающие, они поддерживают оптимальную температуру тела космонавта в космосе. Состоят из обычного утолщенного, максимально утепленного материала, в котором имеется система подогрева и охлаждения. Также герметично закрывающиеся, для поддержания уровня кислорода для дыхания космонавта. Но нет ни слова о том, что скафандр способен выдерживать какое-то смертельно опасное давление для человека. Пример тому подводный аппарат на глубине описанной мною выше. Вывод. Обычная тряпка, из которой состоит на вид скафандр и пару миллиметров алюминиевого сплава точно не в состоянии защитить космонавта от якобы высокого уровня давления в космосе. В дальнейшем уже существуют проекты, космические станции будут вообще надувными, с двойными стенками из каучука. Ну как, вы все еще верите в опасное давление в космосе? Если бы там было давление, тогда толщина стенок станции должна была быть не пару миллиметров, а несколько метров. Скафандр в этом случае не исключение. Поэтому, исходя из этих известных данных, становится ясно, что нет в космосе давления, способного взорвать какую-то малую часть или все тело человека в целом, тем более МКС и летающие аппараты в космосе. Ну что, вам интересно? Продолжим искать истину о космосе дальше. Вы готовы? Тогда продолжаем. Существует еще одно убеждение о том, что тело человека без скафандра моментально превратится в лед, так как температура космоса абсолютно ноль. Но все не так уж и плохо. Все дело в том, что температура космоса плюс четыре градуса и может упасть примерно до минус 150, непосредственно попадая в тень от самой планеты. Если же вы будете избегать попадения в тень, температура не опустится ниже плюс четырех, а в некоторых местах Вселенной она будет гораздо выше. Поэтому существует убеждение о том, что если солнечный свет достигнет незащищенных участков кожи космонавта, тогда произойдет моментальный термический ожог поверхности тела. Глаза же практически испарятся от такого, если посмотреть на Солнце без светозащитного стекла на шлеме. Но это неверное научное убеждение. Ничего подобного с вашим телом не произойдет, так как в космосе нет ничего, что способно впитать в себя температуру вашего тела. Поэтому кроме временного ослепления зрения, глядя на Солнце без защиты, вы больше ничего не получите. Конечно, можно ослепнуть вовсе, если смотреть на него долгое время, но для этого нужно очень хорошо постараться. То же касается и попадения солнечного света на тело человека. А тело человека, как известно, самый надежный скафандр. Именно по этому принципу сделан скафандр для космонавтов. Кожа человека хорошо защищает от вредного воздействия и способна к самовосстановлению, на что не способен ни один искусственно созданный скафандр. Система кровообращения у человека замкнутая, спрятанная в венах и дополнительно защищенная кожей. Поэтому нужно сильно постараться, чтобы кровь закипела. Но это не относится только к космосу. Итак, что же такое космос? Что вы ответите на мой вопрос? Дадите ли этому свое правильное определение? Сейчас увидим, все ли для вас стало ясно и понятно. Вернемся ко всем знакомому земному океану. Именно с воды мы начали и ей подведем итог. Космос – это бескрайний и безграничный океан, который до сих пор хранит больше вопросов, чем ответов на них. Космос – это живая среда обитания, в которой жизнь превышает все мыслимые размеры, формы и виды. Сами планеты и то, что на них, являются живыми формами жизни, включая вашу планету и вас самих. Хотя порой это невозможно осознать, а тем более понять. Только потому, что мозг человека с трудом осознает столь безграничные масштабы. Несмотря на всю свою реальную опасность, космос полон других видов жизни, подобно вашему земному океану. Океан, как и космос, смертельная среда обитания для человека. Но это не мешает тому факту, что ваши земные океаны полны различной разумной формой жизни. Так почему же вы тогда вычеркиваете из своего списка окружающий вашу планету бескрайний океан космоса? По принятой людьми логике, ваш океан должен быть стерилен. В этом вас убеждают ученые, указывая на космическое пространство. Неужто вы и вправду в это верите? То, что космос полностью стерилен. Но это не так. Среда обитания, опасная для человека, опасна только для самого человека, но не для кого больше. Тем более для тех форм жизни, которые до сих пор остаются неизвестны. Что же говорить тогда, если космос не такой уж опасный, как вам это преподносят? Поэтому все известное вам ранее можно с легкостью бросить костер забвения и посмотреть на окружающий вас мир совершенно с другой, новой стороны, которой космос – это живая и далеко не стерильная среда обитания. Космос для человека настолько же опасен, как обычный земной океан. Почти все познается в сравнении, не правда ли? Надеюсь, теперь вы будете другого представления о космосе в целом. Вы станете смотреть сами и учить своих детей. Смотреть совсем иначе на давно устоявшееся понятие о мире и вселенной в целом. Когда-нибудь мы встретимся с вами всего в пару десятков, возможно и сотен световых лет от вашего дома. Где-то очень далеко на просторах вселенной встретимся с вами, как старые добрые друзья, не видевшиеся очень долгое время. И пожелаем при встрече друг другу мира и процветания. Напишите, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания! Пока!